друзья всем привет сегодня у нас с вами обзор кофемолки команданта очень крутая кофемолка ручная одна из самых дорогих в своем классе что будем делать сегодня заваривать кофе я на ней не буду потому что кофемолку нужно проверять в реальной работе и будут выпуски в которых я буду варить кофе с использованием кофемолки команданта и буду делиться с вами своими впечатлениями но сегодня обязательно нужно этот выпуск досмотреть до конца поставить конце лайки обязательно подписан этот канал почему потому что это кофемолка не новая то есть это не из магазина это кофемолка которые уже пользовались несколько лет даже не один год а больше может быть два-три года вот я точную цифру не знаю потому что человек сам уже не помню сколько времени прошло ну примерно 2-3 года вот я разберу кофемолку покажу как она встроена внутри покажу вам чем отличается жерноватой кофемолки от других кофемолок и расскажу про недостатки которые возникли в процессе эксплуатации поэтому смотрим подписываемся лайки и так кофемолка команданта для чего я поставил себе на стол компьютер для того чтобы посмотреть потому что у команданта есть огромное количество цветов прекрасный цветовой вариант и все эти цвета можно вы можете выбрать для себя тот который вам понравится у меня команданта коричневая вот модель кофемолки называется команданта c40 нитро и сейчас я расскажу что такое нитро вы когда разбираете вашу кофемолочку команданта если вы купили или собираетесь я покупать то вы здесь видите сразу все надписи команданты и видите вот надпись nitro blade нитро жернова о чем здесь идет речь я решил зачитать чтобы самому не выдумывать потому что такая информация она ну как бы на сто процентов ее технологию я не понимаю просто доверяю производитель написано это nitro blade это революция в области ручных и домашних кофемолок сочетает в себе высокие качества материала сборки и лаконичные очень тактильным дизайном окей значит скажу сразу кофемолка очень толстая держать ее мужским хватом можно вот мужской рукой женской реально довольно тяжело особенно если вы делаете тонкий помол а в кофемолке заявлен помол от турки до максимально грубого и при том тут только написано что она справляется с ним прекрасно жернова команданты изготовлены на профессиональном оборудовании из цельного куска высоко легированной стали с добавлением азота как это происходит честно говоря я не знаю как может быть если вы разбираетесь в металлах напишите пожалуйста об этом в комментариях высоко легированная сталь с добавлением азота что делает их особенно прочными долговечными а также устойчивыми к коррозии просто поверим на слово диаметр жернового здесь 35 миллиметров производства германия в общем-то все что нам понадобится посмотреть в компьютере другая информация нас не интересует если вы не смотрели ролики про кофемолку time more я вам рекомендую их посмотреть там кстати диаметр жернового 38 миллиметров но не спешите делать преждевременных выводов по командант ну как вы уже заметили когда я рассказывал отвалилась ручка она просто со временем отваливается как было в новой кофемолке я не знаю но скорее всего есть металлическое фиксирующее кольцо которое застегивалось на рукоятке со временем это кольцо либо теряется либо если там его не было просто по дереву то это вообще глупая идея дерево со временем и изнашивается из-за того что вы вращаете и ручка не держится я знаю хорошо владельцы этой кофемолки знаю что проблема появилась в первые полгода эксплуатации то есть это не проблема которая появилась через несколько лет второй момент из-за которого в принципе снимается вот этот выпуск ко мне написал один из подписчиков канала о том что купил команданты и показал такую проблему смотрите сейчас внимательно буду показывать что за проблема я зажал нижнюю часть вот кофемолки и вращая только вот этот зажим и видите здесь появляется такой люфт вроде бы все зажато конкретно хотя я всего лишь несколько щелчков сделал вот раз два три щелчка сделал и здесь появляется вот такой люфт я чувствую как люфтит непосредственно вот этот вал который вставляется именно в ручку то есть как будто бы он меньшего диаметра чем должен быть то есть люфтит не вот здесь а люфтит я прям чувствую как дергается вот сама ручка смотрите я покажу не знаю насколько это будет видно на камеру вот я когда дергаю нижнюю часть видно как дергается верхняя ручка она просто вот в этой части происходит какой-то люфт если вот зажать конкретно в эту сторону то никакого люфта нет влияет ли это каким-то образом на помол да нет не влияет но просто вы должны знать что такая проблема существует я тем самым отвечая на вопрос от подписчика он прислал свое небольшое видео я его тоже прикреплю к этому к этому ролику вы сможете это все увидеть значит как разбирается кофемолка рукоятка снимается здесь внутри и сделана из пластика об этом написано есть стрелочка указывающие направление помола по часовой стрелке здесь смалывается кофе и и давайте раскрутим жирного и посмотрим что же там находится внутри если говорить про щелчки то они давай не довольно большой шаг то есть прям мега точно наверное подстроить кофемолку невозможно конечно все познается в сравнении я если брать к примеру кофемолку таймор там примерно такой же шаг но у меня есть кофемолка ванзет пресса и там каждый такой шаг разделен на три то есть более точно можно отрегулировать вот эта часть которая фиксирует жернова она сделана из пластика внутрь вставлена резьба и три шарика которые щелкают во время вращения но хочу заметить что вот прошло какое-то время и никаких проблем вот с этой частью пластиковой нет никаких трещин или повреждений я здесь не вижу все выглядит хорошо да кстати скажу что в комплект идет две баночки они бывают вот такие ну не прозрачные и бывает прозрачные здесь разницы никакой нет вытаскиваю жернова 35 миллиметров вот так выглядит жернов этой кофемолки внутри находится пружинка и осталось вытащить собственно говоря вал самой кофемолки и выпадают нас вот эти шайбы внутри находится два подшипника который вращается этот вал вот эти шайбы упираются в подшипник сами подшипники я доставать не буду перед тем как снимать ролики кофемолку максимально почистил поскольку кофемолка находится в работе вторая проблема на которой обратил внимание мой подписчик это вот эта проблема смотрите я одел нижний жернов на вал и здесь тоже есть небольшой люфт вот я двигаю и здесь тоже есть небольшой люфт вот это все если посмотреть то люфт именно на валу. Как в рукоятке, вот отдельно, я сейчас, смотрите, жернова сниму, вот как в рукоятке небольшой люфт есть, так и жернова тоже люфтят вот здесь, вот в этом месте на самом валу. То есть, это не дефект производственный, это нормально, видимо, для этой кофемолки. Скажу сразу, что это никак не влияет на качество помола, то есть, это не отражается, потому что нет завала, то есть, проблема тогда, когда жернова заваливаются по горизонту. Здесь такого нет, жернова не заваливаются по горизонту. В чем особенность жерновов команданта, с ними нужно быть максимально аккуратными. Я когда-то разбирал новую кофемолку и реально вот эти жернова можно порезаться, они мега острые. Да, прошло уже вот несколько лет и вот здесь по-прежнему кромка довольно острая. Хочу обратить внимание на следующую штуку. Если брать кофемолки ручные, то в большинстве бюджетных кофемолок вот здесь вы увидите пятиконечную звезду будет. Раз, два, три, четыре, пять. Пять вот этих завитков для захвата кофейного зерна, а в команданте таких завитков семь. Такие жернова с большим диаметром, чем 35 миллиметров и 47 миллиметров бывают. У других производителей имеют вот этих семь завитков, но здесь именно вот в этой простой вот штуке вот в этом в количестве этих завитков форме и высоте самого жернова и заключается секрет команданта. Несмотря на то, что диаметр 35 миллиметров кофемолка реально справляется со всеми типами помола. Я уже проверил и она справляется реально со всеми типами помола. Внутри сделан такой плавный спуск и возможно камера этого не сможет увидеть. Я сейчас постараюсь максимально показать, но внутри для того, чтобы зерно опускалось на жернова есть такой максимальный покатая такая форма внутри конструкции вот этой вот этой части. Это металл, притом довольно твердый сталь, скорее всего, и это реально натуральное дерево. Здесь какой-то шпон и со временем никаких проблем с этим деревом нет и логотип и все здесь сделано очень качественно проклеено. Ну просто суперски здесь претензий вообще никаких у меня нет. Итак, давайте подведем итог. Из недостатков реально отваливается ручка. Это проблема. Я надеюсь, что с того момента, как вышла эта кофемолка, компания команданта уже решила эту проблему и нашла какое-то решение. У меня нет новой кофемолки, поэтому подтвердить это не смогу. Вторая проблема вот эти неточности и болтание именно на валу. Я не знаю, как это у них получилось, потому что ну в качество всего остального очень высокая. Как случилось так, что все это дело болтается, мне сложно сказать, но по факту как есть так и есть. Здесь ничего с этим не поделаешь. Собирается кофемолка довольно просто. Вставили шайбу, опустили вал, вторую шайбу снизу. На шайбе есть такой выступ. Вот этим выступом нужно наружу вставить пружинку. Вставляем вот таким образом. Совмещаем жернова, одеваем рукоятку и закручиваем вот эту часть. Все в принципе кофемолка собрано. Вот эта часть, на которой закручивается сам сам вот этот вал и резьба на нем выглядит довольно хлипкими, то есть тонкими. И честно, я когда разбирал все это дело чистил, я даже чуть-чуть как-то распереживался. Показало, что блин, ну что-то совсем тонкое все здесь такое. Но смотрите, это никак не влияет на работу кофемолки, потому что в остальном она сделана классно. Все металлические части, все это зажато очень хорошо. Собрано она очень хорошо. Для чистки разбирается она очень легко. На это не нужно тратить времени много. Две секунды и вы кофемолку разобрали. Смотрите, собрали кофемолку, зажали жернова в ноль, сделали несколько щелчков, пять допустим, и проверяем. Ну здесь проблема в том, что нет вот такого противовеса. Ну в принципе все вращается хорошо. Чуть-чуть цепляется вот здесь крышка за края, потому что ну она здесь, она здесь не стоит четко. То есть она здесь вот реально болтается. При этом на помол это не влияет. Забываешь и слышишь вот такой громкий звук. Притом падает она очень конкретно. Друзья, на сегодня все. Это был обзор команданте. Надеюсь на ваш лайк и подписку. И в будущих роликах мы обязательно эту кофемолочку протестируем по полной программе. Буду смалывать, рассказывать сколько щелчков, однажды я уже на ней заварил кофе по-турецки. Есть ролик на моем канале. Ссылочка на ролик будет под этим видео. Конкретно на этой кофемолке я тогда варил кофе. И вот опять через какое-то время она у меня и на обзоре. Пока-пока, увидимся.